Руслан Гуринг Руслан Гуринг Руслан Ганижев, а он же Гуринг, получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Он должен был передать указанные денежные средства председателю Ленинского районного совета депутатов, но был задержан. На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него было избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Гурингом. То же самое сделали его ближайшие родственники. 7 марта 2019 года Гуринг был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России в столичном аэропорту Внуково, после чего доставлен ГСУ СК России по Московской области. На допросе Гуринг отказался от дачи показаний. Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы, а также на выявление иных эпизодов противоправной деятельности Руслана Гуринга. Ольга в радио перед задержанием в пятницу в аэропорту Внуково Гуринг трижды покупал билеты в Сочи. Третий раз, когда он попытался попасть на рейс, экс-чиновника задержали. Он, конечно, мог скрыться, но шансы были невелики, считает эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков. Ну, это способ уйти. У нас же нет там паспортного контроля на внутренних этих. Хотя я не знаю, на что он мог рассчитывать, потому что фотографии от тех, кто в розыске. Я объявил его относительно недавно. Потом он рассчитывал на свои связи. Связи у отца в основном достаточно высокие. Это может быть довольно серьезное, резонансное дело. Много можно ему приклеить статей, кроме мошенничества в особо крупных размерах. Лев Корольков, чиновник из Росгеологии, стал известен в январе. Пусть того, как в сеть попало видео, на котором он матерился, рассказывал о неуставных отношениях с подчиненными. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу Росгеологии за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса, а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка «Форбс». 29 января решением главы Минприроды Кобылкина Горинг был уволен. Ведомство начало проверку деятельности Росгеологии по поручению вице-премьера Гордеева. Субтитры создавал DimaTorzok